Итак, коллеги, всем добрый вечер. Давайте я представлюсь. Меня зовут Шуйков Сергей Юрьевич. Я являюсь старшим преподавателем в Центре компьютерного обучения специалист при МГТУ Минибаумана и читаю различные курсы по программированию. В том числе читаю курсы по линейку курсов по программированию на Java. И сегодня мы с вами проведем такой небольшой семинар, на котором я расскажу, что из себя представляет вообще профессия разработчика на Java, на платформе Java, то, что называется Java Developer. Что такое вообще профессия разработчика? Какое место это занимает вообще в IT? Что такое платформа Java? Почему она так популярна? Мы поговорим о том, какими навыками должен обладать тот, кто претендует на позиции Java разработчика. Ну и также, конечно, упомяну те курсы, которые в нашем учебном центре, которые готовят к этой профессии, то есть позволяют получить знания по отдельным аспектам этой профессии. Так, коллеги, давайте еще раз проверим, как у нас работает трансляция. Плюсик еще раз в чатике напишите, если меня нормально слышно и должна быть видна моя картинка. Вот кто-то мне пишет, что картинки не видно, но все остальные пишут плюсики. Значит, картинка у остальных видна. Вот. Картинка видна, да. Юлия, если у вас не видно картинку, ну, наверное, это проблема где-то у вас с вашей стороны. Потому что у остальных, я так понимаю, картинка у всех видна. Окей, замечательно. Ну, давайте тогда будем начинать. Ну, для начала, для начала, наверное, нужно сказать несколько слов вообще о профессии разработчика. То есть человека, людей, которые занимаются созданием программного обеспечения. Да, коллеги, забыл сказать, если у вас будут в процессе моего рассказа какие-то вопросы возникать, не стесняйтесь, пишите вопросы в чате. Если у кого есть микрофоны, можно будет их вопросы задать и голосом. Для этого достаточно будет включить микрофон. Итак, для начала несколько слов о вообще профессии разработчика. Не только Java приложений, но и приложений, создающихся на других платформах, в других языках программирования. Итак, чем же занимается разработчик? Ну, сторонние люди называют эту профессию этих людей программистами, но сами программисты больше предпочитают термин разработчик или по-английски девелопер. Потому что на самом деле эта работа включает в себя не только непосредственно программирование, но и многие другие вещи, связанные, допустим, с обработкой данных различными способами, в том числе и коммуникации, взаимодействия с другими членами команды, заказчиками, возможно, и так далее. Но главная задача, конечно, которая ставится перед разработчиками, это создание программных продуктов. То есть создание программ, информационных систем, которые решают задачи пользователей. Обычно речь идет о решении задач конечных пользователей. Самая большая группа программ, программного обеспечения, это так называемое прикладное программное обеспечение. Обеспечение, то есть это программы, которые решают задачи конечных пользователей. Собственно, большинство программ, с которыми вы сталкивались, это прикладные программы. Есть и некоторые другие виды программного обеспечения. Например, есть системное программное обеспечение, это операционные системы, драйвера. Есть инструментальные средства. Инструментальные средства – это те программы, которыми пользуются сами разработчики. То есть разного рода среды разработки, компиляторы и так далее. Но если мы говорим именно про Java, то основное назначение Java – это как раз создание прикладных программ. Поэтому об этом мы и будем говорить. Это не обязательно программы, с которыми непосредственно взаимодействуют пользователи. Потому что существует очень обширный сегмент, так называемый бэкэнд разработки, то есть серверных программ, которые хоть и решают задачи пользователей, но спрятаны от пользователей очень-очень глубоко и доступны для их функционал, доступен пользователям только через какие-то прослойки. Но тем не менее, все равно они так или иначе решают задачи конечных пользователей. Итак, работа Бова-разработчика состоит в создании программного обеспечения. Но, повторюсь, это включает в себя не только написание кода, но может включать и много чего еще. И проектирование баз данных, то есть хранилищ, обеспечивающих надежное хранение данных, проектирование архитектур программных систем, налаживание взаимодействия между ними, структурирование информации и так далее. Но, если мы говорим с вами о платформе Java, у нас сегодняшний семинар посвящен созданию приложений именно на платформе Java, то нужно немножко углубиться в историю. Что это такое? Вы наверняка знаете такое понятие, как языки программирования. Языки программирования – это формальные языки, с помощью которых разработчики, программисты описывают алгоритмы. Алгоритмы представляют из себя наборы шагов, наборы команд, выполнение которых, собственно, и приводит наши компьютеры к решению тех задач, которые мы перед ним ставим. В мире существует множество языков программирования, как достаточно старых, так и более новых. Сами по себе языки программирования делятся на различные типы, процедурные языки, объектно-ориентированные, функциональные. Есть и некоторые другие языки. Java является таким классическим объектно-ориентированным языком программирования. Появилась Java достаточно давно уже. Это у нас 90-е годы прошлого века. То есть, на самом деле, технология прошлого века там 95-й год, то есть уже сколько? 27 лет этой платформе. И изначально Java создавалось как, с одной стороны, такой C-подобный язык, то есть язык, который позаимствовал многие синтаксические конструкции из языков C и C++. А с другой стороны, этот язык сильно упрощал разработку по сравнению с тем же C и C++. Я сейчас не буду углубляться далеко в то, в чем же заключалось упрощение. Главная идея, которая вкладывалась в проект Java, кстати, изначально этот проект Java тогда в 90-е годы, в начале еще 90-х годов, когда он начинал разрабатываться, он назывался ОООК. Дуб был, у него такое название, но потом его переименал. Так вот, изначально основная идея заключалась в том, чтобы дать, ну там было несколько, на самом деле, идей, но одна из идей заключалась в том, чтобы дать разработчику возможность в процессе написания программы и больше концентрироваться на решении прикладной задачи и меньше думать о каких-то системных вещах. До появления Java, собственно, для решения прикладных задач обычно использовались два вида языков. Либо это были CC++, языки, которые больше тяготеют к системной разработке, ну, по крайней мере, в те годы. Что значит больше тяготеют к системной разработке? Это значит, что при создании программ на этих языках программисту приходится думать о многих вещах, не связанных напрямую с решением прикладной задачи, то есть решением задачи пользователя, а связанных с функционированием самого компьютера и программы в этом компьютере. То есть в языках у CC++, ну, по крайней мере, в те годы разработчикам приходилось думать и о ручном распределении памяти, там, и о многопоточности вручную, управлении многопоточностью и так далее. На другой стороне, можно сказать, спектра были сильно упрощенные языки, так называемые скриптовые языки, да, которые позволяли программисту избавиться от всех вот этих лишних вещей, связанных с управлением самим компьютером, там, системой и прочее, но при этом скорость функционирования таких программ была невысокой. Java стала такой золотой серединой, которая, с одной стороны, позволяла, позволяет разработчику больше концентрироваться на решении прикладной задачи и при этом обеспечивала приемлемую скорость функционирования и использования ресурсов. Мы говорим о платформе Java. Что это значит? Платформа подразумевает не только сам язык программирования. Платформа подразумевает и наличие инфраструктуры, которая обеспечивает работу нашего приложения. Ну, в первую очередь для Java такой инфраструктурой является виртуальная машина. Еще вот одной особенностью всей платформы, которая была заложена изначально в те далекие годы, была кроссплатформенность. Я не знаю, слышали вы такой термин или нет, но поясню. Кроссплатформенность – это способность приложения работать на разных платформах, то есть в разных операционных системах, на компьютерах, построенных с использованием различной аппаратной архитектуры. Это на самом деле очень важно, потому что в мире существует достаточно большой зообар компьютеров, разных операционных систем, и многие приложения, собственно, большая часть приложений, например, создаваемых на тех же языках C и C++, таким свойством, как кроссплатформенность, не обладает. То есть приложение, например, написанное на языке C под операционную систему Windows, не будет работать без серьезной переписки в других, переделывания в других операционных системах, там на Mac, Android и так далее. Это не очень здорово и во многих случаях не очень удобно. Вот одной из ключевых таких особенностей платформы Java было наличие встроенной виртуальной машины, которая существовала и существует для всех распространенных операционных систем, Windows, Mac, Linux, если мы говорим про настольные операционные системы, там и под Android есть своя виртуальная машина, она, правда, уже не называется виртуальной машиной, называется среда выполнения, но это не принципиально. Главное, что вот эта идея кроссплатформенности, то есть способности Java-приложения, будучи один раз написанным, работать потом на разных платформах, вот эта возможность была заложена изначально. Был даже такой лозунг у компании Oracle, где, ну, не у Oracle, конечно, у компании Sun, где изначально Java создавалась, по-английски он звучал как write once, run anywhere, то есть единожды написанное работает везде. Вот эта кроссплатформенность в Java присутствует. Кстати, о компании, действительно, я не просто так оговорился. Java создавалась в 90-е годы в компании Sun, но уже в нулевых годах компания Sun была куплена компанией Oracle, и сейчас за развитие Java отвечает как раз компания Oracle. Кроме, собственно, виртуальной машины Java в понятия платформы также входит и множество различных библиотек, библиотек, фреймворков, которые помогают нам в создании различных приложений, серверных приложений, настольных приложений, веб-приложений, мобильных приложений. Все эти виды приложений можно создавать как раз на Java. За столь длительное время существования, собственно, Java как платформы, таких библиотек, фреймворков было создано огромное количество. Это, кстати, пугает многих начинающих разработчиков, кто решил изучать эту платформу. Они как видят различного рода road map, где рисуется, что там нужно изучить для того, чтобы, как кажется, начать программировать на Java. И там десятки-десятки этих библиотек, фреймворков. Я о них, кстати, сегодня тоже скажу. И люди пугаются, говорят, что это все нужно изучить. Да на это годы нужны. На самом деле, как мы сегодня посмотрим, существует несколько направлений, где Java вообще используется. И каждое направление требует знания определенных, конечно, библиотек, фреймворков. Но эти направления, они достаточно изолированы друг от друга. То есть, например, человеку, который планирует создавать приложение под Android, использовать Java для разработки под Android, ну, вряд ли нужно знать вещи, связанные, допустим, с веб-разработкой. Хотя это может быть в некоторых случаях, конечно, полезно. Итак, платформа Java – это не только сам язык, но и инфраструктура, обеспечивающая его работу, как на компьютерах конечных пользователей, это в первую очередь виртуальная машина, так и множество библиотек. Ну и, конечно, огромное количество средств разработки, то есть тех программ, которые используются как раз разработчиками для создания Java-приложений. Это и среды разработки, различные системы сборки, отладчики и много чего еще. Если вы откроете различные рейтинги языков программирования, вот их в интернете существует достаточно много, ну, вот первое, что приходит в голову, рейтинг, который называется T.O.B. по-английски, вот эта аббревиатура, я даже не помню уже, как расшифровывается, ну, можно ее найти в интернете, то вы увидите, что практически во всех рейтингах Java входит в первую тройку. На самом деле, обычно Java разделяет первое место с языком C. Ну, C – это язык системной разработки, да, он используется для написания в первую очередь операционных систем, то есть практически все современные операционные системы написаны на языке C. Ну, а Java фактически является первым среди языков прикладной разработки, то есть для создания приложений для конечных пользователей. Java, хоть и как язык создавался на основе синтексиса предшественников, то есть языков C и C++, но все-таки в отличие от того же C++ создавался с нуля. Это позволило разработчикам Java отбросить многие уже устаревшие еще на тот момент, уже на тот момент вещи типа там препроцессора, заголовочных файлов, и это на самом деле упростило язык. То есть сам по себе язык Java, который мы, например, изучаем на первом курсе Java, этот курс у нас как раз посвящен изучению самого языка как такового, сам язык достаточно простой, но профессиональным разработчикам знания языка как такового недостаточно. Это всего лишь один из инструментов. Да, достаточно универсальный, но лишь один из инструментов. Какие еще инструменты требуются? Конечно, знание алгоритмов и способность выполнять то, что называется алгоритмизацией задач. Основная работа разработчика – это превращение задачи, которую ему ставят заказчики, в алгоритмы, написание, придумывание алгоритмов, которые эти задачи решит. А язык – это всего лишь способ этот алгоритм записать в виде понятного конечному пользователю. Но с понятием алгоритмов, алгоритмизацией тесно связано понятие структур данных. Что такое структуры данных? Это способ организации данных в памяти компьютера. Почему это тесно связано с алгоритмами? Есть даже такая старая книга Николаса Вирта. Она так и называется «Программа равно алгоритмы плюс структуры данных». Можете, кстати, почитать. Книга хоть и старая, но очень полезная. Собственно, почему структуры данных тоже очень важны? Потому что способ обработки информации, то есть фактически алгоритмы, которые реализуются программистом, они зависят от того, а как вы представите свои данные, как вы их будете хранить. В общем-то, одни и те же данные можно хранить разными способами, и это может кардинально влиять на алгоритмы, которые эти данные обрабатывают. Поэтому знание вот этих основ, алгоритмизация, структурирование данных, вот это критически важно для любого разработчика, не только на Java, на самом деле, каким бы языком программирования вы не пользовались. Знание этих основ обязательно для любого разработчика. Естественно, что разработчик должен владеть различными инструментальными средствами. Что это такое? Это те программы, которые используются непосредственно для работы. Но в большинстве случаев, если мы говорим о какой-то профессиональной работе, это среды разработки. Для Java существует несколько различных среды разработки. Я об этом тоже скажу. И умение работать с ними, оно также необходимо. Обычно на курсах по программированию среды разработки отдельно не изучают. Их используют в процессе изучения языка, различных библиотек. И параллельно мы рассматриваем и то, как пользоваться этими средами разработки. Но, кстати, надо иметь в виду, что среды разработки – это не единственные инструментальные средства, которые нужны программисту. Поскольку программист обычно работает еще в команде, то необходимо еще знание систем, обеспечивающих командную разработку, систем контроля версий и так далее. Несколько слов о том, собственно, какие направления вы можете встретить, если будете смотреть, например, вакансии Java разработчиков, и какими знаниями и навыками должен Java разработчик обладать. Я уже начал об этом говорить. Если открыть вакансии, например, на различных сайтах, что же там требуется от Java разработчика и что предлагается, какие задачи предлагается Java разработчикам решать. Я уже сказал, что необходимо обладать достаточно уверенными знаниями в области алгоритмов, структурирования данных. Поскольку сам язык Java – язык объектно-ориентированный, то, конечно, надо хорошо понимать саму парадигму объектно-ориентированного подхода. Например, у нас на первом курсе по Java, который так и называется «Основы Java», мы, собственно, больше половины курса уделяем как раз вопросам объектно-ориентированной разработки на Java, то есть понятию объектов, классов, наследования, полиморфизма и так далее. Без этого на Java, конечно, ничего не создашь. Итак, какие же основные направления вы можете встретить среди тех же вакансий? Если говорить именно про основные направления, то их два. Это разработчик серверных решений на Java, то, что называется Java Backend Developer. Backend – это термин, который среди разработчиков обозначает компоненты приложения, с которыми не взаимодействует напрямую конечный пользователь. То есть нечто, что скрыто от конечного пользователя, работает где-то глубоко на серверах, но, тем не менее, обеспечивает основной функционал больших информационных систем, банковских систем, страховых компаний, авиакомпаний и так далее. То есть вот первое такое большое направление, которое вы можете встретить среди вакансий – это создание, то есть позиции Backend-разработчиков, создание, чаще даже поддержка. Обычно вы в этих случаях присоединяетесь к уже существующей команде больших информационных систем, которые используют достаточно сложные современные технологии, например, технологии сервисов, технологии облаков и так далее. Второе направление, которое можно встретить среди вакансий – это разработка мобильных приложений под Android. Что такое операционная система Android, я думаю, все знают. Это самая популярная сейчас мобильная операционная система. Она занимает 70 или даже, может быть, уже 80% рынка. И изначально, когда у нас Android появился во второй половине нулевых годов, основным языком разработки под Android, то есть создание именно прикладных программ под Android, была Java. Сейчас под Android можно создавать приложения и на других языках. Например, в последнее время набирает популярность язык Kotlin. Кстати, Kotlin создавался на основе Java и программа на нем тоже работает в той же виртуальной машине. Но разработчики Kotlin попытались решить многие детские проблемы Java, которые в самой Java уже решить проблематично из-за требований обратной совместимости и так далее. Но, тем не менее, возможность создания приложений под Android на Java остается. И большая часть приложений все равно продолжает писать на Java. Вот эти два основных направления. Разработка крупных информационных систем, бэкэнд-разработка и мобильная разработка. Это то, что вы обычно встречаете в вакансии. Естественно, что в этом случае требования к кандидатам, они различаются. Ну, конечно, есть, опять же, общие требования. Это вот то, о чем я сказал. Знание объектно-ориентированного подхода, алгоритмов, структур данных, знание языка, средств разработки. А вот когда речь заходит о библиотеках, библиотеках, фреймворках, тут начинаются уже различия для бэкэнд-разработки и для разработки мобильных приложений. Существуют также позиции так называемых full-stack разработчиков, которым требуется знание и того, и того. Например, те же мобильные приложения часто подразумевают наличие неких серверных компонентов, с которыми взаимодействует само мобильное приложение по сети. И в этом случае такой full-stack разработчик должен обладать знаниями в обоих технологиях. Сама по себе Джава, платформа Джава, будучи достаточно универсальной, позволяет создавать и другие приложения. Например, веб-приложения или даже настольные приложения. Такие решения встречаются реже. Но наиболее редко встречается настольная разработка, то есть создание обычных оконных приложений. Это все-таки нечастая вещь. Чаще встречаются веб-разработка, создание каких-то веб-сайтов. Но, наверное, не тех обычных веб-сайтов, с которыми вы взаимодействуете в интернете, а каких-то тоже веб-сайтов, представляющих из себя веб-интерфейс к тем же каким-то сложным информационным системам. Если сами по себе эти системы, их серверные части, бэкэнд, пишутся на Джаве, то часто и веб-интерфейсы к ним тоже реализуются, особенно если это делает та же команда разработчиков. Часто для этого используется также тоже Джава. В Джаве есть фреймворки различные, позволяющие создавать в том числе и веб-приложения, но нужно иметь в виду, что если речь заходит о создании веб-приложений, то кроме, собственно, знания Джава, здесь требуется то, что называется клиентской частью веб-приложения, то есть знания таких технологий, как HTML, CSS, JavaScript и различные Джава-скриптовые фреймворки. Кстати, не путайте, Джава и Джава-скрипт – это сильно разные языки, несмотря на похожесть в названии. Это совершенно разные языки. Джава-скрипт – это язык, который создавался и используется по большей части для реализации клиентской части веб-приложения. Очень часто, кстати, если уж создают веб-приложения для какой-то информационной системы, основа которой платформа Джава, то очень часто серверная часть этой системы реализуется в виде сервисов или набора микросервисов, так называемых, а вся клиентская часть, веб-интерфейс, как на жаргоне разработчиков веб-морда, реализуется как раз с использованием Джава-скрипта, который взаимодействует с сервисами, написанными на Джаве. И таким образом предоставляет функционал этой системы через веб-интерфейс. Вот здесь у нас коллеги спрашивают, зачем вообще появилась Джава, чем не устраивал Си. Вот я в самом начале об этом говорил, сейчас коротко повторюсь. Язык Си и даже Си++, который в те времена уже был, в 90-е годы, вот эти языки, они все-таки являются, особенно Си, языком системной разработки. То есть, да, они в принципе универсальны, они позволяют решать любую задачу, но при решении задачи они требуют от разработчика думать о множестве системных вещей. Распределение, управление памятью, управление многопоточностью достаточно сложной и так далее. То есть, значительные ресурсы программиста в процессе разработки тратятся при решении задачи на вот этих языках, допустим, Сид, они тратятся на вот эти системные вещи. То есть, не непосредственно на саму задачу, а на эти системные вещи. И когда Java создавали, как раз, как бы, сделали ее, создавали ее как более высокоуровневый язык, который должен был избавить и реально избавляет разработчика от управления такими системными вещами. Ну, например, управление памятью. Отдельно скажу, у нас в виртуальной машине Java есть так называемый сборщик мусора, Garbage Collector, который обеспечивает нам автоматическое управление динамической памятью. В то время как в C и в старом C++ управление динамической памятью ручное, то есть мы вручную должны освобождать эту память, и это приводит к большому количеству проблем и сложностей всегда, то в Java это делается автоматически. Это не единственная такая вещь, которая сильно помогает. Но одна из. Ну, там не то, чтобы куча надстроек на Java. Сама платформа Java создавалась как дополнительная надстройка, дополнительный уровень абстракции между разработчиком и компьютером. Который, да, совершенно верно, то есть вот этот дополнительный уровень абстракции, да, он избавляет от лишней рутины, совершенно верно. Вот, конечно, ничего не бывает бесплатно. Естественно, что этот дополнительный уровень абстракции приводит к дополнительным расходам ресурсов уже в процессе работы программы. То есть приложение, написанное, допустим, на C, в большинстве случаев будет потреблять меньше ресурсов памяти, процессора, чем такое же приложение на Java. Ну, собственно, не в большинстве случаев, а практически всегда. Но с тех времен ведь у нас компьютеры развиваются очень быстро, да. Если в 90-е годы память измерялась там десятками, сотнями килобайт, как я помню, а частота процессора мегагерцами, то сейчас мы оперируем гигагерцами и гигабайтами, а на серверах там и терабайты памяти встречаются, поэтому... А стоимость времени разработчика, она высока, высока. И оказывается, что гораздо эффективнее дать разработчику средства, которые ускорят решение задачи, ускорят в плане написания программ, то есть ускорят написание программы. Пусть эта программа будет, может быть, не столь эффективна по скорости своей работы, но за счет современных мощных компьютеров этого будет достаточно. И с точки зрения финансовой, эффективнее будет быстрее решить задачу, используя гораздо меньше ресурсов, пусть потом потратится на более мощный компьютер, который сейчас и так достаточно мощный. Итак, если мы вернемся к направлениям, допустим, вакансий, которые вы можете встретить среди Java-разработчиков, то это два основных направления. Это либо бэкэнд-разработка на Java, либо мобильная разработка, и реже еще встречается веб-разработка, часто она связана с той же бэкэнд-разработкой, и крайне редко встречается разработка настольных приложений. Какими же непосредственными навыками должен владеть, обладать тот, кто на подобные позиции претендует? Но первое, что вы можете встретить среди вакансий, это то, что называется Java Core. Этот термин очень часто встречается практически во всех вакансиях Java-разработчиков. Естественно, написано Java Core, что под этим, собственно, подразумевается. Ну, естественно, это сам язык, основы объектно-ориентированного программирования, поскольку Java – это чисто ООП-шный язык, я об этом сказал. То есть знание, что такое объекты, классы, наследование, полиморфизм, инкапсуляция, интерфейсы, абстрактные классы, умение это все правильно применять, обобщенные классы, дженерики. Также в понятие Java Core входит и владение основными штатными библиотеками Java, которые позволяют работать со строками, с разного рода коллекциями. Это вот, кстати, очень часто на собеседованиях спрашивают различия между разными видами штатных коллекций в Java, особенностями их функционирования и так далее. Ну и базовые возможности ввода-вывода, взаимодействия в консоли, взаимодействия с файлами. Для этого есть пакеты в Java, соответствующие в библиотеке Java и Java Neo и так далее. Фактически это то, что у нас рассказывается на первом курсе Java, который называется «Основы языка Java». Также в понятие Java Core входят более сложные вещи. Это обязательно многопоточность. Особенно это важно для тех, кто занимается бэкэнд-разработкой, потому что серверные приложения практически всегда многопоточные. Да, даже и Android-приложения в большинстве случаев тоже занимаются управлением потоками, просто там свои особенности. Также сейчас очень популярная тема – это так называемые конвейеры, конвейерная обработка, лямбда-выражение и основы функционального программирования. Это то, что в Java отсутствовало долгое время, появилось только в 2015 году, то есть уже достаточно давно. Но для Java, с учетом того, что самой Java уже 27 лет, то можно сказать и относительно недавно. Вот эти вот вещи мы изучаем как раз на втором курсе Java. Также вот на втором курсе Java мы рассматриваем, ну, такое небольшое введение работы с базами данных. Дело в том, что практически любая программа является информационной системой, то есть хранит и обрабатывает какие-то данные. И часто для хранения данных используют так называемые базы данных, среди которых наиболее популярны – это реляционные базы данных. Причем это касается как серверных приложений, так и, например, тех же мобильных приложений, веб-приложений, настольных приложений, потому что практически во всех них есть, так или иначе, возможность с такими базами работать. Соответственно, практически в любом направлении вам нужно будет знание языка SQL. SQL – это язык structured query language, расшифровывается, это аббревиатуры, иногда еще называют SQL. Это язык взаимодействия с реляционными базами. По этому языку есть отдельный, соответственно, курс, даже линейка курсов. Вы можете у нас на сайте посмотреть, так называется основа языка SQL. А вот на втором курсе по Java мы как раз разбираем, как из Java взаимодействовать с такими реляционными базами данных. Как я уже говорил, отдельного курса, посвященного использованию среды разработки и вообще инструментальных средств обычно никто никогда не делает. И инструментальные средства изучаются по мере необходимости на курсах, где проходят, изучают сам язык и библиотеки. Если говорить про Java, то основные среды разработки можно выделить три основные. Это Eclipse, IDEA IntelliJ и NetBeans. На самом деле на разных курсах, в разных учебных центрах используют разные среды. Даже у нас разные преподаватели используют разные среды. Ну вот я, например, предпочитаю Eclipse. Но это по большому счету не принципиально, поскольку все-таки мы больше фокусируемся на изучении самого языка и библиотек. Вот я всегда рекомендую своим слушателям познакомиться с двумя или даже тремя средами, допустим, Eclipse и IntelliJ. Вот это обязательные вещи, с которыми надо познакомиться. Кто хочет, может еще и NetBeans посмотреть. Среды разработки – это не единственные инструментальные средства. Крайне важно знание систем сборки. Это для Java, это Maven и Gradle. Опять же, отдельных курсов по нему нет, но, например, на курсе по фреймворку Spring, это один из популярнейших, если не самый популярный фреймворк Spring, мы вначале разбираем, что такое системы сборки, средства сборки, потому что они нам там необходимы. Без них на Spring ничего не сделаешь. Еще одно инструментальное средство, которое, как говорится, must-have для любого разработчика, это системы контроля версий. И наиболее популярный из них – это система Git. У нас есть короткий курс по этой системе, там, 16 академ часов, где мы разбираем, что такое система контроля версий, что такое Git, и как организовать хранилище Git, это как сохранять версии своих проектов в это хранилище, которое в Git называется репозиторием, и как с помощью, например, онлайновых таких хранилищ-репозиториев, там, GitHub, GitLab, Bitbucket, организовать командную разработку. Еще одна важная вещь, о которой нужно сказать, это паттерны ООП. Что это такое? Я вот говорил уже неоднократно сегодня, что для Java-разработчика критически важно знание основ объектно-ориентированного программирования, потому что Java является чисто ООПшным языком. Для объектно-ориентированных языков программирования созданы, разработаны достаточно много так называемых шаблонов ООП. Что такое паттерны или шаблоны ООП? Это примеры решения или рекомендации решения часто встречающихся задач. Знание паттернов ООП крайне важно для профессиональных разработчиков, чтобы они в своей работе не занимались каждый раз изобретением велосипеда. Тем более, что описание таких паттернов позволяет избежать многих детских ошибок. То есть не изобретать велосипед с треугольными колесами, не изобретать велосипед без руля и так далее. Часто говорят, что знание паттернов столь же важно, как и знание самого языка. Тем более, что когда вы изучите, допустим, даже базовые паттерны, у вас, вам будет лучше понятны принципы самого ООП. У нас есть курс на 24 академии часа, вот как раз по этим самым паттернам ООП. И на этом курсе мы на примере различных задач изучаем эти паттерны. И обычно я там примеры даю как раз на джаве. Хотя этот курс по паттернам вообще не привязан к конкретному языку. То есть мы на этот курс займем людей с любыми языками программирования, объектно-ориентированными, конечно, там и C Sharp, и C++, и даже PHP. Ну, обычно примеры я показываю на джаве на этом курсе. Вот эти вещи, которые должен знать любой джава-разработчик, вне зависимости от того, в каком направлении он дальше будет работать. Если мы говорим о бэкэнд-разработке, то есть разработке каких-то, или поддержке крупных серверных систем, то, конечно, требуются и некоторые другие знания. Во-первых, это, конечно, знания архитектуры серверных приложений. Но тут надо сказать, что эти вещи обычно приходят только с опытом. Если мы говорим про начинающих разработчиков, джуниор-девелоперов, они сами-то, конечно, архитектурой не занимаются, а как раз изучают архитектуру в процессе работы в какой-то команде. То есть уже смотрят на архитектуру тех приложений, над которыми работает команда, и к ним постепенно приходит понимание, почему эта архитектура именно такая, а не иная. Кроме того, крупные приложения часто используют множество различных библиотек и даже фреймворков. Но из наиболее популярных фреймворков на Java это то, что раньше называлось Enterprise Java Beans. И его, можно сказать, некий конкурент – это Spring. Причем Spring считается, считался и считается таким более популярным. Эти фреймворки… Да, вот здесь коллеги правильно спрашивают, чем фреймворки отличаются от библиотек. Сейчас попробуем объяснить. Эти фреймворки, я недаром здесь написал, архитектурные фреймворки, то есть они задают архитектуру вашего приложения в целом, то есть подталкивают вас к определенной структуре приложения. Ну и, конечно, упрощают написание серверных приложений, сервисов и так далее. Собственно, а в чем разница между библиотеками и фреймворками? Очень часто начинающие спрашивают, потому что с технической точки зрения, допустим, тот же фреймворк Spring – это просто множество библиотек, которые мы подключаем к нашему проекту, используя системы сборки – Maven или Gradle. И, собственно, почему тогда название фреймворк, а почему не просто библиотека или библиотеки во множественном числе? Идея вот в чем. Что такое библиотека? Библиотека – это набор функций, или если речь идет о библиотеке классов, набор классов, которые вы можете использовать в вашей программе. То есть вы подключаете библиотеку к вашему проекту, и в тех местах вашей программы, где вам необходим тот или иной функционал, вы используете функции этой библиотеки. То есть обычная библиотека никак не влияет на структуру и архитектуру вашей программы. То есть вы программу проектируете как хотите, просто в нужных местах пользуетесь функционалом некой библиотеки. Ну, допустим, библиотека с математическими функциями, которая вычисляет корень квадратный, синусы, косинусы и так далее. Вы можете ее подключить к вашему проекту и в тех местах, где необходимо, соответственно, эти функции задействовать. Это просто библиотека. Фреймворк, как дословно переводится слово фреймворк с английского, это каркас. Каркас, можно еще перевести как скелет. Представьте себе, вот такой проволочный каркас, на который вы навешиваете функции вашей программы. Я еще иногда называю фреймворки как библиотеки наоборот. То есть если обычная библиотека, это просто набор функций, которые как бы подключаются, вставляются в определенные места вашего приложения, то фреймворки работают ровно наоборот. Фреймворки как бы задают архитектуру вашего приложения. То есть вы пишете ваше приложение не абы как структурно, а подключая фреймворк, этот фреймворк фактически подталкивает вас к тому, чтобы ваша программа обладала определенной архитектурой. И фактически, создавая программу, вы как бы пишете функции, которые подключаете в определенные места этого фреймворка. И магическим образом это начинает работать. Поэтому и говорят, что фреймворки это такие библиотеки наоборот. То есть вы пишете не программу, а вы пишете отдельные компоненты, которые, будучи подключены как библиотечные функции в определенные точки фреймворка, вместе образуют вот такую единую программу. Ну, может быть, если вы не имели дела ни с каким серьезным фреймворком, вам это будет не очень понятно, да, потому что, повторюсь, технически фреймворки это тоже библиотеки. Но, допустим, если вы серьезно займетесь каким-то из фреймворков, допустим, вот фреймворк Sprint на Java, вы увидите, что как только мы начинаем создавать, допустим, серверное приложение с использованием Sprint, допустим, сервисы, оно сразу у нас будет обладать определенной структурой, потому что эту структуру задает сам фреймворк. Если мы говорим о работе с базой данных, то кроме работы с базой данных, скажем так, на низком уровне, путем выполнения отдельных SQL-команд через библиотеку GDBC, что мы разбираем в основах Java, там на втором курсе Java, существуют и так называемые объектно-реаляционные отображения или объектно-реаляционные надстройки над реаляционными базами данных. Отдельного курса по этому направлению нету, но, например, на том же курсе по Sprint, который является достаточно тяжелым курсом, таким большим, сложным, мы используем ОРМ, там я подробнее разбираю, что такое ОРМ, и используем как пример реализацию ОРМ, которая называется гиберней. Ну, коротко поясню, любая реализация ОРМ фактически... фактически позволяет представить реаляционные данные, то есть плоские таблицы в объектном стиле, поскольку у нас Java язык объектно-ориентированный, мы пишем нашу программу в парадигме ООП на Java, а базы данных, классические реаляционные базы данных, представляют из себя плоские наборы таблиц. Вот для того, чтобы упростить связывание таких плоских таблиц с объектными структурами, как раз очень удобно использовать объектно-реаляционные отображения. И одно из таких гибернейт, одну из таких реализаций ОРМ гибернейт, мы на курсе по Sprint также используем. Вот здесь у нас коллеги спрашивают... 1С и Java, как они связаны. Ну, тут мне сложно сказать, как могут быть связаны 1С и Java. Возможно, какие-то решения и существуют. Хотя я с 1С уже давно-давно не работал. Сейчас вам не подскажу, конечно. Какие существуют еще компоненты, знания которых важно для бэкэнд-разработчика на Java. Ну, например, библиотеки, автоматизирующие тестирование. Вопросы тестирования приложений – это такое больное место любых приложений. И возможность автоматизировать тесты, то есть написать программы, которые будут вместо человека проверять работоспособность каких-то компонентов, она, конечно, для больших информационных систем критически важна. Вот для Java существуют различные библиотеки, с помощью которых мы такие тесты можем написать. Это вот log4j, slf4j, О, это я путаю с журналированием. JUnit, конечно, в первую очередь JUnit. А то, что я назвал, это такие классические библиотеки для обеспечения журналирования. То есть, или, как еще говорят, логирование, введение журналов. Это тоже помогает в решении многих проблем. Если мы говорим про архитектуры серверсных приложений, то сейчас наиболее популярна архитектура, базирующаяся на микросервисах. В Java существуют различные библиотеки, позволяющие создавать сервисы, микросервисы, в том числе, например, Spring и надстройка над Spring, Spring Boot. Такие микросервисы позволяет делать. Вы можете на нашем канале, специалисты на YouTube найти мой ролик, тоже семинар по созданию, простого сервиса, как раз использованием Spring Boot. Кроме того, кроме взаимодействия с базами данных, при построении сложных информационных систем часто требуется знание или умение использовать библиотеки, обеспечивающие надежную передачу сообщений между различными компонентами приложений. От Java тоже существует несколько таких систем. Ну вот, например, можно вспомнить RabbitMQ и Kafka. Kafka достаточно популярна в последнее время. По ней в ближайшее время у нас в центре будет соответствующий курс. Буквально там с конца ноября, наверное, уже. Если мы говорим про направление разработки андроид-приложений, то, опять же, те же самые базовые навыки для любого Java-разработчика также необходимы. Знание и остов ООП, и владение самим языком, средствами разработки. Если же мы говорим про разработку приложений именно под андроид, там, конечно, есть свои особенности. Во-первых, архитектура самой операционной системы, архитектура самого андроид-приложения. Она отличается на настольных или даже серверных, тем более, приложений. Это в первую очередь понимание жизненного цикла андроид-приложений. Он серьезно отличается от жизненного цикла приложений и других видов понятия активити, работы с ресурсами андроид-приложения, умение проектировать пользовательский интерфейс с помощью соответствующей схемы XML это делается. Но в средах разработки есть для этого и визуальные дизайнеры, умение создавать различные пользовательские интерфейсы, используя штатные элементы управления, работа с диалогами и так далее. Есть, конечно, много специфических для андроид вещей, например, работа с локальными данными, работа с локальными файлами, работа с локальными хранилищами. Кстати, там используется так называемая SQLite, также требует базовых знаний языка SQL. Работа с так называемыми контент-провайдерами, это уже возможность взаимодействия между различными андроид-приложениями, равно как и так называемые широковещательные приемники, когда вы хотите, допустим, открыть какую-то ссылку в другом приложении. Если ваше андроид-приложение более сложное, то есть должно выполнять какие-то действия в фоновом режиме, то вам также понадобится знание многопоточности, создание соответствующих сервисов, там, вот, кроме того, если вы хотите использовать ресурсы самого устройства, да, там различные его сенсоры, телефонию и так далее, то, опять же, понадобится знание соответствующих программных интерфейсов операционной системы Android. Вот, все это, все это рассматривается как раз на курсах программирования под Android. Там целая линейка курсов, там, по-моему, три курса. Вот, то, что я сейчас перечислял, это темы первых двух курсов как раз. Первый двух курсов. Вот, ну и в заключении несколько слов скажу о том, что для профессионального разработчика знание и умение программировать, знание библиотек, это далеко не все, что необходимо, да, это то, что называется hard skill, hard skill, но профессиональный разработчик, он в большинстве случаев работает в команде, умение работать в команде, взаимодействовать с людьми, понимать других людей, то, что часто называют в зарубежной литературе soft skill, оно также важно. В это входит и, например, умение презентовать себя, допустим, на собеседовании, да, где, конечно, будут проверять и hard skill, то есть возможность решения задачи, но и умение взаимодействовать с людьми, да, работать в команде, оно также крайне важно. Вот, так же можно вспомнить и сказать о необходимости знания английского, хотя бы на уровне технического чтения, да, потому что практически вся современная документация, она на английском языке, да, конечно, есть переводы, переводные книги, но они все знают, они все отстают по времени на один, два, три года, а то и больше, и вся актуальная информация, она доступна на английском языке. Соответственно, знание английского языка, хотя бы понимание того, что написано в документации, это также критически важно. Ну и несколько слов скажу о нашем учебном центре. специалист при МГТУ имени Баумана, у нас читается линейка курсов, несколько даже линейк курсов программирования по Java, начиная с базовых курсов, основ программирования, основ языка Java, далее идут более сложные курсы по включающей в себя многопоточность, работа с базами данных, создание сервисов на Java, и есть также курсы, посвященные отдельным библиотекам и фреймворкам, например, курс по Enterprise Java Beans, курс по Spring, вот скоро будет курс по Kafka. Также могу порекомендовать вам курсы по паттернам ООП, не только, кстати, для Java-разработчиков, для разработчиков на любых объектно-ориентированных языках, вот, и курс по ГИД, да, система контроля версий, на которой мы учимся сохранять наши решения, наши проекты, и учимся, немножко затрагиваем тему командной разработки. Здесь коллеги спрашивают, книжка Java 2 99-го года, что-то в корне изменилось, ну, как вам сказать, не то, чтобы в корне изменилось, но много чего добавилось с 99-го года, то есть, по книжке 99-го года вы изучите, ну, наверное, вот эту вот, вот эту вот часть, да, если вот посмотреть, вот эту вот часть, да, она, в общем-то, процентов на 80-90 осталась с 99-го года такой же, да, а вот, все остальное, да, там, многопоточность уже, там, менялась, конвейеры, да, лямбда-выражения и функциональное программирование, это все появилось в 2015 году, да, средства разработки, среды разработки тоже с 99-го года достаточно серьезно изменились, такие вещи, как фреймворки, типа Spring, да, JUnit, гибернейт, все это появилось уже позже, да, книжка 99-го года, ну, если и будет полезна, то только для основ самого языка, наверное, не более того, на самом деле можно найти гораздо более новые книжки, где, и мы на курсах их тоже рекомендуем, где новшества, Java, расписаны более подробно. Если вернуться к курсам, несколько слов скажу о форматах обучения, да, у нас в учебном центре есть несколько форматов, во-первых, это, естественно, очное обучение, да, когда у нас собирается группа, преподаватель, и в очном режиме проходит это обучение, то есть в перемешку идет теория с практикой, хотя даже в таком формате можно заниматься удаленно, то есть не присутствовать лично в аудитории, а заниматься удаленно, вот как вы сейчас, например, со мной общаетесь. Есть форматы, формат так называемого открытого обучения, формат открытого обучения подразумевает, что теоретическую часть слушателей изучают самостоятельно по видеозаписи, предоставляется видеозапись ранее проходившей группы, слушатели самостоятельно его изучают, а в остальном все остается так же, то есть преподаватель все равно присутствует в аудитории или доступен удаленно, соответственно, в учебное время и помогает, отвечает на вопросы по теоретической части, помогает с лабораторными работами и так далее. И есть еще формат очно-заочного обучения, когда опять же слушатели самостоятельно изучают теорию по видеозаписям, но с преподавателем, преподаватель не постоянно доступен, встречаются там два-три раза для того, чтобы иметь возможность задать вопросы. Здесь коллеги у нас спрашивают разницу между отдельными курсами, комплексными программами и дипломными программами, что это такое. Ну, как вы уже поняли, курсов по Java много, а каждый курс по Java он решает только определенную задачу, допустим, курс основы языка Java это сам язык, допустим, создание клиент-серверных приложений на Java, это темы, посвященные многопоточности, конвейеру, работа с базами данных, создание сервисов и так далее. Курс, посвященный фреймворку Spring, он так и называется, собственно, он посвящен фреймворку Spring и так далее. Это отдельный курс. Вы всегда можете записаться на любой из этих курсов. Единственное, нам только нужно иметь в виду, что каждый последующий, то есть курсы расставлены в цепочке и каждый курс требует неких предварительных знаний. То есть, например, курс по Spring требует уверенного владения самим языком Java. То есть, если человек придет на курс по Spring, не зная Java, то, в общем, толку от этого будет ноль. Все, что может сделать преподаватель в этом случае, отправить его на базовый курс по Java и так далее. То есть, в принципе, да, вы можете записаться на любой из отдельных курсов. Главное, только внимательно прочитайте предварительные требования для этого курса. Но курсы, поскольку у каждого из них есть некие предварительные требования, они образуют цепочки, цепочки курсов. То есть, если вы хотите вам в конечном итоге нужен, допустим, фреймворк Spring, да, вы с Java вообще не знакомы, то вот вы можете взять комплексную программу, которая включает и все необходимые предварительные курсы, и, собственно, сам курс по Spring. То есть, вот такие цепочки называются комплексными программами. Преимущество их в том, что они гарантируют вам, что, приходя на каждый следующий курс, вы будете обладать уже необходимыми знаниями при условии, естественно, что прошли те курсы, которые были перед этим в этой комплексной программе. Ну и плюс, комплексная программа дешевле, чем сумма всех курсов, входящих в эту комплексную программу по отдельности. Дипломные программы, это, в принципе, те же самые комплексные программы, ну, точнее, может быть, более такие расширенные, которые включают в себя курсы, связанные с теми же инструментальными средствами, да, тот же ГИД, там, курсы по паттернам. Главное, что программы, вот эти дипломные программы, они подходят под соответствующие государственные программы, и по окончании дипломных программ выдаются там документы о повышении, могут быть выданы документы о повышении квалификации. Юлия, по Пайтону я вам подсказать ничего не могу. Вот, я Пайтон не считаю, поэтому тут я вам ничего не подскажу. Ну, часто спрашивают, да, сколько времени нужно. Тут надо понимать, что одних курсов, да, для того, чтобы получить необходимые знания недостаточно. Вообще, курсы наши, да, это краткосрочные курсы повышения квалификации. Их задача ускорить ваше обучение. То есть, понятно, что все, что дается на курсах, так или иначе, можно найти в книгах, там, в интернете и так далее. Идея курсов в том, что курсы за очень короткое время позволяют осветить именно основные темы. Когда вы открываете какую-нибудь книгу по Джаве толщиной там в 1100 страниц, то у вас глаза разбегаются. Вы, конечно, можете ее вот так читать от начала до конца, но вам будет неясно, а где же здесь главное, на что надо уделить больше времени, а что является лишь дополнением. Курсы как раз позволяют вот эти вопросы решить, потому что преподаватели, опытные преподаватели, они как раз уже могут подсказать, что является главным в понимании этой темы, а что является просто дополнением. То есть, главная задача курсов это фактически сэкономить вам время за счет того, что на курсе очень плотно собрано в первую очередь самая необходимая информация. Но для того, чтобы получить полное понимание темы, естественно, требуется и самостоятельная работа. Обычно всегда для начинающих разработчиков рекомендуют сделать какой-то собственный проект, как их называют ПЭТ-проекты, но обычно это уже после первого второго курса джавы, когда появляются навыки создания каких-то приложений на джаве, мы всегда рекомендуем заняться каким-то ПЭТ-проектом, как домашнее животное. То есть, проект, в рамках которого вы будете отлаживать свои навыки. И создав такой проект, вы убиваете, как говорят, сразу несколько зайцев. И навыки отлаживать можете этот проект выложить, допустим, на гитхаб, и потом предоставить это как некое портфолио, чтобы на том же собеседовании можно было это показать. Сколько времени это занимает, зависит только от того, сколько времени вы будете на это уделять каждый день. Это может быть и несколько месяцев, а у кого-то может растянуться и на несколько лет, заниматься этим нерегулярно. Коллеги, вопросы какие-нибудь еще есть? пару практических задач, решаемых именно на джаве. Вы имеете ввиду примеры таких пэт-проектов, пэт-проектов. Например, информационная система, которая позволяет пользователям ввести собственные блоги, простенько, если мы говорим уже о серверных системах. Система с базой данных, которая позволяет для разных пользователей ввести блоги, просто наборы записей, как в старом добром древнем ЖЖ, например, было. Возможно комментировать эти блоги, и вы можете реализовать эту систему как серверное приложение в виде набора сервисов и сделать разные варианты интерфейсов. на джаве десктопное приложение, мобильное приложение, если андроид разработка веб-приложение. Вот вам самый простой вариант пед-проекта. Работа связана с CRM Microsoft Dynamics. Юлия, ну тут мне сложно опять же подсказать. С Microsoft Dynamics я дел не имел. Я знаю, что решения майкрософтовские обычно базируются не столько на джаве, сколько на платформе .NET. Другое дело в том, что обычно функционал таких решений предоставляется в виде сервиса, и с этими сервисами могут взаимодействовать программы, написанные на любых языках. Java, .NET, C Sharp, Python и так далее. Повторюсь, с Microsoft Dynamics я не работал, но скорее всего вам понадобится функционал взаимодействия с сервисами, потому что подобные системы строятся по архитектуре сервисов. как правильно говорить Java или Java? Ну, на самом деле все говорят как хотят. История появления названия Java известная легенда о том, что разработчики в компании Sun, когда еще разрабатывали первую версию Java, которая еще называлась DOOP ОК, они любили пить кофе, кофе сорта Java с одноименного острова в тропических широтах Java. Вот отсюда и потом пошло название, да, совершенно верно, от кофе идет название, вот, соответственно, по-английски это Java, а по-русски это называется Java, поэтому правильно оба варианта, просто один вариант английский, а другой русский, но поскольку разработчики все-таки чаще пользуются там английской фонетикой, то, наверное, Java, чаще встречается, но оба названия правильные, просто на разных языках, на английском и на русском. Коллеги, еще какие-нибудь вопросы есть? отличие от C-Sharp, язык C-Sharp это язык, который создавался для платформы .NET пять лет спустя Java, вот, и фактически Microsoft создавала платформу .NET как замену Java под Windows, вот, и в принципе они изначально были заточены на решении одних и тех же задач, то есть создание серверных приложений, создание там веб-приложений, настольных приложений, только изначально .NET и соответственно C-Sharp был заточен только под Windows, хотя с 2015 года появился .NET Core, из которого вырос современный .NET и он уже тоже стал кроссплатформенным. Вот, да, C-Sharp, когда создавали сам язык C-Sharp, смотрели, поскольку он фактически создавался как замена Java, смотрели в значительной степени на Java, но при этом постарались избавиться от многих детских проблем Java. Кроме того, надо отметить, что сам язык C-Sharp развивался Microsoft гораздо быстрее, чем Java. И если просто сравнивать даже не столько сами платформы, сколько языки, то C-Sharp он функционально, конечно, гораздо более мощный. синтаксических конструкций в C-Sharp гораздо больше. Те же лямбдовыражения в C-Sharp появились в 2010 году на 5 лет раньше, чем в Java, в которой это появилось только в 2015 году. В C-Sharp есть собственный язык запроса встроенный, то, что называется Language Integrated Query, которого в Java нет до сих пор. То есть с точки зрения чисто синтаксиса C-Sharp более мощный и во многих случаях более удобный язык. Если же мы говорим про сравнение именно платформ Java и .NET, .NET современный хоть и стал уже в 2015 году кроссплатформенным, но все-таки значительной части его решения базируются на Windows. Если в компании, допустим, инфраструктура Windows, Windows сервера, Microsoft базы данных, то, наверное, и решения будут, соответственно, на .NET. Если говорить про вакансии, то вакансии Java разработчиков, конечно, больше, чем .NET, особенно это хорошо видно за границей, там отношения может быть и 5 к 1, и даже 10 к 1, но при этом надо иметь в виду, что уровень зарплат, что .NET разработки, что Java, он примерно, там плюс-минус, у кого зарплата выше. Как ни странно, примерно один уровень, потому что, в принципе, с точки зрения сложности, это один уровень, один уровень. по зарплатам, там плюс-минус одно. Другое дело в том, что количество вакансий, особенно на Западе, для Java разработчиков выше, чем для .NET. поддержка. поддержка Oracle, да, ну, что тут можно сказать, значит, официально, да, конечно, многие западные компании ушли из России в связи со всем известными событиями, вот, но, по крайней мере, OpenJDK, да, это вариант Java, который разрабатывается с открытым кодом, он остается и никуда не девается. Более того, как мне рассказывали слушатели из многих госкомпаний, да, у них наоборот идет сейчас отказ от микрософтовских решений в пользу того же Linux и Java, хотя, мне правда не очень понятно, какой в этом смысл, если это технологии обе пришли к нам с запада, но, тем не менее, почему-то такое идет. Вот, что касается обновлений, там, сред разработки, ну, они нам доступны, если брать ту же IntelliG, и D, то надо иметь в виду, что это компания JetBrains, которая вообще-то базируется в Питере, то есть, это наша компания. Но, в любом случае, даже если мы говорим о, допустим, средах разработки зарубежных, да, то есть тот же Eclipse, он точно так же доступен, там, никаких ограничений нет. Так, что у нас здесь еще, коллеги спрашивают, Java Core изучили, что, что делать дальше. Ну, я рекомендую, во-первых, обязательно изучить вещи, связанные с базами данных, да, это сам язык SQL, базы данных, это может быть и Microsoft, и Oracle, и MySQL, и Postgres, SQL, вот, то есть, SQL, соответственно, объектно-реаляционные надстройки, над реаляционными базами, это кибернейт, тот же в первую очередь, вот, и, да, изучить архитектуру микросервисов, ну, вообще, архитектуру, базирующуюся на сервисах, и попробовать, какой-то свой пэт-проект сделать, вот, не забыть про систему контроля версии, гид, то есть, выкладывать свои решения на GitHub, вот, и представлять это как портфолио. Управление технологическими процессами, ну, это не называют Backend Developer, да, но в значительной степени, да, это пересекается с теми вещами, которые занимается Backend Developer. Сравнивать Java разработчиков и Python разработчиков, но все-таки, это немножко разные направления, да, повторюсь, Java это два основных направления, это крупные информационные системы и мобильная разработка Python сейчас очень популярен в плане анализа данных, да, вот все эти Machine Learning там и прочее, прочее, то есть, это все-таки разные направления в IT, они могут как-то там пересекаться, да, ну, и, соответственно, сравнивать там зарплаты и смысла нету в этих разных направлениях, да, ну, вот про JetBrains пишут уже уехали, да, это верно, но, тем не менее, пользоваться можно пока таких ограничений нету. Ну, если мы говорим про веб-разработку, да, для Джуна, да, это в первую очередь Java Core, Java Core, Java Core в себя включает естественные синтекси, знания основ ООП, паттерны ООП, многопоточность, коллекции, конечно, вот вывод, там, если есть знания спринга, то отлично, вот, и, конечно, базы данных SQL, да, вот, но, опять же, требуется, чтобы вы какой-то патпроект реализовали, да, где все это так или иначе вы используете, да, и сможете как-то продемонстрировать, и не забываем про системы контроля версий Git, и GitHub, куда вы все это выложите. Так, ну что, коллеги, наш с вами семинар подошел к концу, еще какие-то вопросы есть, давайте, задавайте. Вот здесь коллеги спрашивают, если все же сравнивать Java и Python, да, ну, опять же, смотря, какие задачи вы будете решать на том же Python, да, Python, они тоже могут быть совершенно разнообразные. Если речь идет об анализе данных, о, там, Machine Learning, то там важно не столько знание самого языка, сколько больше математика соответствующая, там, теория вероятности, там, и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть Python в этом смысле проще, как язык, а если сравнивать просто языки, то, да, Python проще, вот, он и создавался для того, чтобы упростить создание самих приложений и больше сконцентрироваться на данных, на анализе данных. Покавки курс, да, будет, я думаю, там, в конце ноября, декабря уже будет курс. Там будет короткий, по-моему, курс на 16 академ часов. Еще какие-то вопросы, коллеги? Хорошо. Ну что, наш с вами семинар подошел к концу. Всем спасибо, что приняли участие. Всем тогда всего доброго. Успешной учебы. Будем ждать вас у нас на курсах. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok